Здравствуйте подписчики моего канала и просто любители Карторо. Сегодня на классической колоде Карторо мы рассмотрим такой интересный расклад. Почему он не оставляет меня в покое, почему все время возвращается. Вот у меня есть одна знакомая пара, они уже в разводе 20 лет. Причем она при разводе за него не цеплялась, он где-то 6 лет ее еще добивался. И на протяжении 20 лет он из другого города к ней каждый год ездит, ищет какой-то встречи, налаживает отношения с ребенком. И обзванивает всех соседей, говорит, что он очень хочет восстановить эти отношения, ей постоянно сны снятся, что он хочет вернуться. Ну, в общем, 20 лет это большой срок, причем у него есть семья и дочь в браке, да, и вот хочется разобраться, в чем же причина, да. И вот первая карта нам скажет, почему мужчина не оставляет в покое и не уходит, да, из моей жизни. Но прежде чем эту карту вытащить, мы его выберем. Он у нас король кубков, такое, он, в принципе, и рыба по гороскопу, и змея, да, и плюс еще по его характеру король кубков, это даже, наверное, в кубе, можно сказать, там собраны такие качества, потому что я его знаю лично, да. И сейчас мы рассмотрим этот расклад, где у нас тут король кубков. Вот он у нас выпал, да, король кубков, мы его кладем как синдификатор, чтобы вокруг него все-таки посмотреть, да, почему же он не оставляет в покое и не уходит. И мы здесь будем доставать по две карты, чтобы разобраться в этой ситуации. У нас выпадает паш кубков, я так показываю для тех, кто тут уже разбирается, да, и отшельник. То есть ему не хватает какого-то флирта, какой-то любви, какого-то такого азарта, чего-то из юношеского, да. То есть он очень тянется к этой женщине, потому что он ее знает с юности, там, вот. Вот отшельник тут нам говорит о том, что он одинок в отношениях с женой, то есть у него там какое-то недопонимание, не то любви, не то чувства. А вот здесь вот с бывшей женой его прямо вот тянет такие какие-то моменты игры такой, знаете, такого флирта, такого чего-то теплого. У него такие теплые о ней воспоминания, хотя там был ужасный такой брак, да. Но, видимо, вот для него этот брак давал какие-то такие воспоминания, которые он сейчас до сих пор пронес через всю жизнь и хочет как-то вернуть. И поэтому его как бы душа постоянно к ней возвращается и подсознание возвращается. Он прямо до слез вот этот выбор какой-то определенный делает, да. Вот ситуация на сегодняшний день. Давайте посмотрим. То есть он так мучается. Что же у него на сегодняшний день происходит, да. И у нас получается двойка мечей и девятнадцатый аркан. Ну, здесь говорит о том, что он пытается какое-то равновесие такое себе установить, потому что она его очередной раз как бы бортанула и не хочет с ним, не слышит, не видит. Занесла его все черные списки, а он через ребенка общего старается наладить отношения, потому что мы все знаем, что путь в женщине лежит через ее ребенка, да. И он старается наладить отношения с ней, с внуками и приглашать его в гости. И как-то вот делать все, чтобы она увидела, что вот он был плохой отец, ну хотя бы он сейчас замечательный там дед, да. Вот. И боится, что она его не понимает, не понимает его каких-то импульсов, не понимает его благородства душевного. Вот в этот момент вот такой вот у нас, посмотрите, все время карта, когда раздрайв полный идет. То есть одна карта, другой как в противовес. То есть вот он такой по жизни был человек, да. Ну она тоже такая своеобразная у нас женщина, да. То есть она фору даст любому, поэтому вот здесь вот все как бы идет раздрайв постоянно. Следующие две карты, почему он так поступает и полностью не уходит. Почему он так поступает и полностью не уходит. Давайте посмотрим. И у нас попадает карта четверка Пентаклей, да. И вторая у нас семерка Мечей. Ну тут что-то надо просто знать человека, потому что вот на самом деле в картах любых Таро, если человек не обладает еще какими-то способностями, кроме знания Таро, то это интуиция, какими-то экстрасенсорными способностями, можно карты вообще не считать, потому что не всегда картинки говорят о той, скажем, позиции, которая на самом деле. Потому что вот почему я про приватные все время говорю расклады, потому что когда человек сидит как бы, да, на онлайн хотя бы там на расстоянии, вы с него огромное количество энергии вот получаете, да. Тут огромное количество энергии дает вам огромное количество информации. То есть, например, карты вам открывают одно, а вы получаете такую информацию, которую уже читаете даже не с карты, а с человека, да. Ну вот я по своей работе знаю, потому что как бы у меня большой опыт в этом направлении, и без вот этих способностей карты Таро вообще не прочитать. Так вот почему он не уходит? Потому что он такой достаточно человек, вот знаете, вот живет по принципу, если не со мной, то ни с кем, он обязательно вам сделает подлости. Он у нее в свое время, чем больше было у нее каких-то мужчин, тем его больше вот это вот подстегивало азарт какой-то там, да, там, с этими мужчинами разбираться, там, устраивать какие-то скандалы, там, чуть ли не предлагать им машинные деньги, чтобы только они ушли с его пути, там, да. Вот. Он сейчас, конечно, сдерживает свои эмоции и моменты, он обдумывает по четверке Пентакли, он сидит, думает, да, сдержанный такой, сдержанный, он такой, как бы, он сейчас ей не пишет, не звонит, да, но это, как бы, да, у нас по этому, по спирали каждый раз повторение цикла. Я говорю, как у женщины менструальный цикл, так вот здесь вот, да, то есть если затишит, то надо напрягаться, потому что следующее обязательно будет семерка мечей, ждите от него паксты, потому что он и в прокуратуру на нее писал, и ОМОН на нее направлял, он, то есть все делает для того, чтобы вот она ни с кем не построила отношения, не вышел замуж эти 20 лет, там, да, вот у него нет такого, чтобы он пришел и предложил ей выйти замуж, там, построить все это, а он все делает вот, вот как змея, вот так вот, да, вот таким вот путем, или задушить ее в кольцо, вот по этим картам, это об этом и говорит, да. Что еще мы можем здесь посмотреть в этой ситуации? Давайте посмотрим все-таки, что он будет делать, да, что он будет делать, то, что он так поступает, мы понимаем, а что он будет делать, потому что он сейчас сидит как бы тихо, как мышка наружка, и это очень, да, напрягает. Пятерка кубков у нас выпала, да, и восьмерка кубков. Ну, на данном этапе вот он обиделся, обиделся, он переживает, он расстраивается, да, он уходит от этой ситуации, он обдумывает эту ситуацию, ему тяжело, потому что опять не получилось, потому что 20 лет добиваться одной женщины очень сложно, на самом деле очень редкий такой случай, когда мужчина прям не оставляет вот эту женщину в покое, и при всем этом у него куча любого не сбыл на протяжении жизни, но, видимо, вот эта женщина в свое время так хорошо его пнула, да, что задело его самолюбие, что заставляет ему все время его мужское эго, заставляет его возвращаться. И давайте посмотрим карту итога, да, что тут. Тройка Пентакли, да, он готов работать над этими отношениями, да, вот видите, он не успокаивается, он готов работать над этими отношениями, чтобы только получилось, то есть он продумается через ребенка, и внуков не получилось, может быть, получится через что-то другое, да, посмотрите, какой мужчина у нас первым. И мы можем выбрать какие-то дополнительные карты, чтобы понять вообще, что это будет. Вот чем она его привлекает, эта женщина. Эта женщина как бы занимается эзотерикой магии, да, она очень известна, ему хочется как-то приблизиться к этому, у него тоже есть какие-то магические способности, потому что у него интуиция, ну, прямо на 100%, как она мне рассказывала по ситуациям, да. И еще одну карту достанем, чтобы посмотреть ту Спентакли, она ему активизировала деньги по жизни, да, и он ее оценивает вот в такой, как бы, скажем так, эквивалент, то есть она очень такая самодостаточная, очень, скажем, женщина, которая сама себя сделала, да, вот его привлекают именно такие женщины, то есть он ее когда-то брал 18-летней девчонкой, да, она его привлекала внешне, а теперь она сама себя сделала и сделала как бы без него, и ему хочется вот погреться вот около этого тепла, поэтому вот если у вас вот такие ситуации возникают, да, и мужчины есть такие, которых выгоняешь дверь, а не в окно, и наоборот, да, редко, и вот я по практике могу сказать, что о таких мужчинах реально можно только мечтать, хотя на том этапе, когда их выгоняешь, думаешь, как он мне надоел, но потом начинаешь встречаться с другими мужчинами, думаешь, вот тот был лучше, да, потому что все-таки это то мужское начало, которое сейчас очень редко встречишь, потому что у нас сейчас одни мужчины-обежульки-капризульки, которые сама напиши, сама позвони, сама там пригласи на свидание, вот это вот истинный такой мужчина, да, который, скажем так, это закалка времен СССР, поэтому за таких мужчин надо держаться, лишь бы он был там, допустим, не садист и не паранойка, вот, поэтому кому интересен такой расклад, приватный, обращайтесь, мы обязательно посмотрим его повнимательнее.